доброго времени суток кто зашел ко мне в гости сегодня будет тортик из творога самое простое что и у всех есть творог у меня стоит много продуктов но на самом деле все можно упростить если у кого-то что-то не будет я скажу что можно не добавлять и сделать более проще тоже будет называться воздушные шарики будет состоять из печенья творога воздушного риса шариков тапиоки если у кого-то чего-то не будет можно не использовать итак основа любого чизкейка печенье печенье у меня спектулос грамм 100 200 у кого сколько есть печенье всегда к печенью идет масло дальше будет идти творог как на торт домик я уже делала но немножко будет отличаться презентация торта наш творог у меня целый килограмм польский творог я возьму только грамм 300 творога естественно туда идет масло сливочное и сахар все это будет сбиваться мне есть еще бананчик я посмотрю если он хороший внутри я добавлю банан все это пробью блендером банан темнее добавлю лимонный сок это все будет делиться на две части и будет добавляться краска кто какую хочет у меня будет желто-сиреневый тортик если хотите можно сделать желто-голубой после печенья будет воздушный рис я делаю этот воздушный рис рис я буду делать делать с маршмеллоу и сливочным маслом то есть идет основа печенья потом идет воздушный рис который очень быстро варится и застывает потом идет два слоя творога один будет сиреневый один желтый сверху будет шарики тапиоки у кого их нету не страшно у у меня вы шарики тапиоки и заливаться сверху будет прозрачным желатином шарики я покрашу два цвета у кого нету шариков выкладывает просто сверху персик манго виноград темный то есть если свет цвет голубой желтый прекрасно идет сюда и персик и ананас желтый и виноград будет подойдет темный синий в общем украшение может быть разное и продукты некоторые можно удалить если у вас их нет делаем тортики по ходу действия тортика буду говорить что убрать что не давать если у вас этих продуктов нету или вы с ними никогда не работали не знаете что с ними делать я имею ввиду воздушный рис у кого нету кому сложно достать у кого нету шариков тапиоки кто никогда их не варил это можно не использовать итак я начинаю с того что я варю топлю масло и добавляю в печенье печенье надо перемолоть блендером и в него влить растопленное масло основа любого чизкейка используйте то что у вас есть у меня форма на 18 сантиметров естественно я должна измерить сколько поместится риса в эту форму и сколько поместится шариков тапиоки я насыплю сухие шарики чтобы их отмерить чтобы точно у меня была верхушка презентация хватило шариков тоже касается и воздушного риса когда я его сварю его должна утрамбовать естественно не надо отмерить сколько риса войдет в эту форму шарики тапиоки когда провариваются они увеличиваются в размере надо тоже учитывать что если я возьму сейчас их полные как бы получается полная форма то когда они сами будет еще больше можно в принципе взвесить у меня форма около 20 грамм ну и шариков где-то тут у меня 125 грамм сто сто пять грамм где-то 105-106 лучше еще формочка лучше из шариков будет немного больше останется чем не хватит так что если чуть-чуть будет больше ничего страшного воздушный рис тоже надо сразу отмерить потому что потом форма будет занята творогом и я уже не смогу печеньем творогом не смогу отмерить все эти продукты риса где-то 44 грамма но тут коробочка пластмассовая 20 грамм около 60 грамм все вместе форма небольшая поэтому продуктов немного требуется 40 грамм риса совсем чуть-чуть печенье спектулос у меня формочки было 150 грамм кулечки я все это возьму 150 грамм и 50 грамм масла на него пойдет сливочного все остальное можно измерить ложкой или стаканчиком вот у меня сплошмансовый стаканчик для муки воды сахара для всего начинаем ваять тортики так основа тортика идет печенье 50 грамм масла 150 грамм печенье и еще я естественно пленка пищевую оберну форму внутри форма готова на масле есть деление когда можно ничего не взвешивать а по делениям определить сколько надо мне надо 50 грамм масла и дроблю печенье бендером кто использует другое печенье может добавить канель корица у меня канель получается корица уже внутри печенья и масло вливаем в печенье печенье с маслом отправляем форму и утрамбовываем ложкой делаем основу отправляем в холодильник а еще лучше морозилку чтобы основа схватилась порция маленькая у меня тут 100 грамм риса 50 грамм зефира маршмеллоу я возьму немного масла 15-20 грамм потому что тут маленькая порция топим масло добавляем порезанные кусочки зефира и потом добавляем рис я все это сделаю на сковородке потому что маленькая тут масса и не нет смысла брать кастрюлю делайте в антипригарном каком-нибудь покрытие у меня такая керамическая сковородка либо тефлон топим масло и выкладываем зефирки в масло как только зефир растает сразу всыпаем рис все это быстро очень готовится надо смотреть иначе рис может подгореть к рису обязательно надо будет добавить щепотку соли зефир растает и быстренько будем вмешивать рис всыпаем рис и быстренько быстренько перемешиваем чтоб не подгорел готовится буквально одну минуту и быстренько убираем достаем форму выкладываем наш рис поверх печенья если вас пищевая пленка как у меня подождите пару минут иначе пленка же расплавится от горячего я на две минуты в тарелку поставила и как только он чуть-чуть остынет но не очень кипяток можно ставить поверх печенья рис остывает очень быстро за одну минуту будете долго чухаться и думать он задубеет так что быстренько быстренько выкладывайте если ложка прилипает намочите вторую ложку водой и быстро утрамбовываете поверх печенья следующий этап самый простой и все его знают как на торт домик берем творога пол килограмм 300 грамм немного масла грамм 100 ваниль сахар сахар по вкусу пробуйте на вкус когда будете взбивать блендером и можно добавить бананчик для вкуса если добавляете банан можно немножко сока лимона добавить потому что банан может потемнеть чтобы не испортил цвет творога взбиваю творог и делю на две части и крашу его два цвета у меня килограмм это много я возьму грамм 300 остального беру в морозилку 400 беру творога по 200 грамм на каждый слой потому что один покрашу сиреневый один желтый цвет и у меня еще есть основа и воздушный рис то есть меня получается 4 как бы этажа небольших обычно на домик на 300 грамм творога беру 100 грамм масла где-то так я возьму 150 на 400 грамм творога тоже домик стоит внутри печенье а этот будет открытый стоять поэтому же творог хорошо взялся я возьму 150 грамм масла высыпаем ваниль пробиваем творог масло сахар 2 ложки добавила сахара бананчик если есть бананчик добавьте лимонного сока во все десерты добавляю цедру лимона лимонный сок то что нормально получаем творожную масляную массу добавлением банана и делим ее мысленно пополам чтобы покрасить ну или не краситесь не хотите у меня будет одна часть желтенькая другая сиреневая красим и как ожидалось желтая краска крайне слабо выраженная и поэтому я наверно добавлю него либо красный либо голубой на голубой будет бирюзовая бирюзовая сиреневым будет по-другому не получается итак одна часть бирюзовая вторая у меня нежно-лиловая не сиреневая даже нежно-лиловая но эта краска такая вот они нежные очень цвета нет нету ярко выраженности такой вот яркой теперь слоями укладываем в нашу форму оба слоя сверху вы шарики по цвету наших коржей так скажем новый коржей а этажей творожных чтобы слой на слой хорошо уложить можно один слой отправить сразу в холодильник на пару минут он постоял немного взялась а масса и сверху второй слой добавить чтобы не терять время зря пока форма стоит немножко первая часть застывает я свою тупилки варятся они 20 минут закрыт при закрытой крышке на очень медленном огне кипящую воду высыпаем шарики тапилки можно замочить на пару минут закинули шарики убавили газ или электроплита у меня до минимального закрываем крышку и варим 20 минут опять не теряя время я заварю прозрачный желатин оставила кипяток сейчас залью чтобы он растарился когда шарики будут на торте желатин уже остынет я забью сверху шарики желатином прозрачным затем залила желатинчик водой тут написано 400 грамм после пакетики писали 300 грамм воды ну в общем я надеюсь он застынет эти 400 грамм второй слой и отправляются холодильник на этот слой устанавливаются шарики ну и желатинчик развела приготовила осталось только шарики сделать и покрасить их я бы сказала что все равно азиаты врут потому что варю я варю эти шарики как и в прошлый раз никаких там 20 минут намного дольше они варятся и все равно эти большие шарики проблемные скажем так шарики варятся но в общем эти шарики сложные все равно кто их никогда не брал не берите потому что это проблематично берите маленькую тапиоку это самое лучшее а лучше всего украсить чем-нибудь типа манго или голубики и так я сделала пробный вариант я сварила шарики и вот попадая в воду сиреневые становятся бледно-розовыми мне не воду немножко желатина я отлила на пробу как это будет смотреться предполагалось тоже заливается сверху желатином и в него кладутся шарики шарики соединила и залила желатином вот так выглядит вверх и я отправляю в холодильник в морозинку чтобы быстрее схватилось желатинчик застыл можно готовить тарелочку куда это все презентовать и потом нарезать вынула из формы вот так он выглядит еще немножко пленки осталось я снимаю пленку вот так вот выглядит мой тортик тортик оригинальный непростой скажем так ну в принципе если шариками не пользоваться можно попроще сделать и побыстрее ну вот мне хотелось шарик использовать поэтому меня это заняло время а так тут вас стоит ворога слой печенья и воздушного риса я сниму несколько раз днем вечером при разном свете мужа сейчас вечерний свет и цвета при электрическом вечернем свете при дневном разные вот можно будет увидеть меня на столе на обед на ужин когда что-то буду готовить слой печенья слой воздушного риса два слоя творога и шарики и заходите в гости не стесняйтесь я кормлю супчиками не только но иногда для разнообразия делаю что-то сладкое идея моя торт оригинальный ну и так торт выглядит в разрезе печенье воздушный рис два слоя творога разноцветного и сверху шарики торт воздушные шарики сверху можно украсить фрукты в принципе есть и есть мородина или голубика проще чего здесь со шариками которые вы никогда не варили они довольно сложные по-своему поэтому моя такая идея была у меня были такие продукты я так вот сделала до новых встреч на моем канале а